Знаете ли вы, как вести себя с незнакомыми людьми и что им говорить, чтобы не подвергаться опасности? Вот несколько хитростей. Проверьте, все ли из них вам знакомы. Вы в отпуске и путешествуете в одиночку. В отеле стоит длинная очередь людей, ожидающих регистрации. Наконец, подходит ваш черед, и неопытный администратор радостно объявляет, что номер вашей комнаты будет 321. Я знаю, что вы устали и вам не терпится попасть в номер, но для вашей безопасности попросите администратора дать вам другую комнату и на этот раз написать ее номер на листке бумаги. Никто в очереди не должен знать, где вы будете жить. Перед тем, как войти в гостиничный номер, убедитесь, что в коридоре никого нет. Заприте дверь, как только войдете в номер. Перед сном положите несколько вещей перед дверью. Если ночью кто-то зайдет в комнату, он споткнется и разбудит вас. Если кто-то в холле отеля спросит, путешествуете ли вы в одиночку, всегда отвечайте «нет, я с друзьями». Это же правило действует в самолетах, поездах и любом другом транспорте. Возможно, вас спрашивают просто из любопытства, чтобы поболтать. Но не исключено, что у собеседника на уме что-то нехорошее. Когда кто-то спрашивает, остановились ли вы в этом отеле, не спешите отвечать «конечно». Вместо этого скажите, что ждете друга или коллегу. Если вы спросили дорогу, и кто-то вызвался вас проводить, вежливо отклоните это предложение. «Спасибо, я знаю, как туда добраться». Собеседнику останется только указать вам правильное направление. Никогда не знаешь, куда может завести незнакомец, если слепо следовать за ним. Если незнакомец спрашивает, где вы остановились, уклонитесь от ответа или скажите какое-нибудь популярное название отеля, например, «Хилтон». Такие отели есть почти везде. Если вы хотите или вынуждены быть честнее, уточните район, в котором остановились, но никогда не сообщайте точное название отеля. Если прохожий слишком заинтересовался вами и не хочет уходить, ведите себя странно. Притворитесь, что вы не говорите на его языке, даже если говорили на нем всего две минуты назад. Сделайте странное лицо или начните петь. Чем больше внимания вы к себе привлечете, тем лучше. Никто не захочет связываться с человеком, на которого все смотрят. При планировании путешествий старайтесь не приезжать в новое место, когда на улице темно. Всегда легче найти свой отель при свете дня, когда вокруг больше вариантов трансфера и людей. Вы будете чувствовать себя увереннее и сэкономите деньги. Кстати, о деньгах. Наверное, все мы знаем старый добрый трюк. Спрятать их в нижнем белье, в поясе для денег или в других аксессуарах. Но всегда нужно иметь хотя бы немного денег в подложном бумажнике. Если случится худшее и кто-то захочет его забрать, вы всегда можете отдать подложный бумажник, чтобы не злить преступника. Заказывая еду или кофе, не обязательно называть свое настоящее имя. Если вам неловко называть себя вымышленным именем, просто скажите, что это для кого-то другого, и используйте какое-нибудь распространенное имя. Если вам нужно назвать свой адрес, в переполненной аптеке или магазине, скажем, чтобы подписаться на программу лояльности, никогда не произносите его вслух. Скажите его шепотом. Или напишите на бумаге, чтобы посторонние не услышали. Вы только что закончили удачный шоппинг. Вы возвращаетесь на почти пустую и темную парковку торгового центра и садитесь в свою машину. Подождите, это что, куртка на лобовом стекле? Вы решаете убрать ее. Остановитесь. Это трюк, который используют плохие люди, чтобы залезть в ваш автомобиль и уехать на нем. Сообщите об этом охране и попросите проводить вас до машины и подождать, пока вы благополучно уедете. То же касается и спущенных шин. Если заметите это после посещения любимого магазина или ресторана, вернитесь и попросите кого-нибудь вам помочь. Если вы приблизитесь к своему автомобилю в одиночестве, кто-то может подойти и предложить помощь. Знайте, скорее всего, этот человек и проколол колесо. На выходе с работы, неважно, трудитесь ли вы в офисе или, например, в небольшом магазинчике, никогда не отвечайте прямо на вопрос о вашем рабочем времени. Скажите тому, кто интересуется, что у вас гибкий график и решение принимает менеджер. А если кто-то спрашивает, работаете ли вы в одиночку, всегда отвечайте, что в подсобке есть еще кто-то. Вы любили в детстве придумывать секретные языки и кодовые слова? Теперь вы можете использовать этот навык для своей безопасности. Договоритесь о секретной фразе с родными или друзьями, чтобы поделиться ею, если что-то мешает вам говорить или писать прямо. Не волнуйтесь, я отправляюсь на поиски приключений. Может означать, срочно пришлите помощь. Вы можете перевести эту игру на новый уровень и зашифровать название шоссе, по которому вы едете, или торгового центра, где вы сели в машину с человеком, с которым вам не по себе. Знание основных приемов самообороны не помешает, даже если вам, надеюсь, никогда не придется их применять. Помните, что наиболее уязвимые места, в которые следует целиться, это глаза, нос, челюсть, адамово яблоко в передней части шеи, солнечное сплетение чуть ниже ребер, коленей и ступни. Если вам придется ехать в лифте с незнакомым человеком, встаньте спиной к панели с кнопками. Так попутчик не сможет остановить кабину между этажами. Никогда не чекиньтесь в социальных сетях, приходя в ресторан, отель или торговый центр. Делайте это после выхода. Ваши друзья будут также радоваться или завидовать, а вы защитите себя от цифровых преследователей. Такие люди могут выследить любого, особенно если у вас открытый аккаунт. Если вы не чувствуете себя в безопасности, живя в одиночестве в новом месте, сделайте вид, что вы не один. Оставьте несколько пар тапочек разных размеров у порога. Пусть посторонние думают, что в доме живет несколько человек. Познакомьтесь с соседями. Вы можете завести новых друзей, а можете и не завести. Но, по крайней мере, рядом будут люди, которые вас знают и отреагируют, если заметят подозрительные действия вокруг вашего дома или квартиры. Когда убедитесь, что можете им доверять, начните сообщать им, когда и насколько вы покидаете дом. Проверьте освещение в вашем здании. Сообщите обслуживающему персоналу о темных пятнах или отсутствующих лампочках в коридорах. Парковки, кладовые, лестничные клетки и другие места общего пользования нуждаются в хорошем освещении, чтобы жильцы были в безопасности. Когда идете домой в одиночестве, сопротивляетесь желанию включить музыку в наушниках или позвонить кому-нибудь, чтобы чувствовать себя в безопасности во время разговора. Говоря по телефону, вы отвлекаетесь и теряете периферийное зрение, и у вас остается только одна рука, чтобы защитить себя в случае необходимости. Представьте, что кто-то преследует вас на улице. Вы переходите улицу, и он делает то же самое. Вы сходите с оживленной дороги, и он снова повторяет ваши действия. Не уходите далеко от главной улицы. Остановитесь и притворитесь, что что-то забыли. Осмотрите карманы, сделайте вид, что что-то ищите, скажем, бумажник. Не притворяйтесь, что ищите телефон. Преследователь может поверить, что у вас его нет, и воспринять это как сигнал к действию. Начните идти в противоположном направлении. Вряд ли преследователь пойдет за вами по оживленной улице. Кроме того, если вы хорошо сыграете, он может потерять к вам интерес, раз у вас нет денег. Если преследователь не сдается, попробуйте зайти в первое попавшееся кафе. Направляйтесь прямо в туалет и подождите 5-10 минут. Если преследователь не уйдет, попросите сотрудников о помощи. Если вам приходится ждать общественный транспорт в темное время суток, старайтесь находиться рядом с другими людьми, которые тоже ждут. Если таковых нет, оставайтесь внутри какого-нибудь здания в хорошо освещенном месте до прибытия транспорта. Когда он, наконец, подъедет, осмотрите салон. Если кто-то ведет себя странно или кажется подозрительным, сообщите об этом водителю. Поскольку пассажиров, скорее всего, будет немного, не идите в самый дальний угол салона. Держитесь ближе к водителю, чтобы в случае необходимости попросить о помощи. Продолжение следует...